всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду в наших краях какое-то чудовищное количество кроликов когда я с утра детей периодически вожу в школу там такая узкая дорога мы с вами по ней ехали когда я вам показывал экскурсию в холон так вот вдоль этой дороги с утра на вот этом участке 10 12 километров наверное 5 6 штук точно увидишь в наших краях фермеры выращивают кроликов понят уже не диких и домашних в магазинах их всегда можно купить и кроликов испанцы ну по крайней мере валенсианцы готовят часто я вам собираюсь показать один классический испанский способ на мой взгляд он чем-то перекликается по крайней по результату за грузинским чахакбили если не учитывать того что чахакбили готовится из фазана но в крайнем случае с курицы если вдруг пропустили щелкайте посмотрите но в грузинском люди очень большую долю занимает такой сочный ароматный яркий соус и в сегодняшнем рецепте ровно даже самая история любишь поесть но не умеешь готовить на канале мужская кулинария очень много простых и вкусных рецептов которые осилит практически любой готовка дома и в экстремальных условиях гаража сейчас на канале проходит конкурс среди подписчиков на 6000 рублей переходи по ссылке в описании и участвуй не упусти возможность получите приятное дополнение к подаркам на новый год впрочем хватит болтать давайте приступать уже итак мне понадобится кролик смотрите какой красавец сладкий перец зеленый красный помидоры лук и немного оливкового масла extra virgin поехали лук надо нарезать не крупным кубиком острым ножом самуру конечно вообще лучше сначала нарезать лук и перец только потом уже приступать к тепловой обработке перец тоже нарезаем кусочками не крупными обжаривать тушить надо будет лукоперечную смесь до кашеобразного состояния чтобы лишнюю влагу выпарить соус должен быть довольно густым поэтому режем не ленимся если нарезать чересчур крупно то куски будут довольно большими и про однородность соуса можно будет смело забыть обжаривайте в дальнейшем томите собирая все своем здоровенном чугунном казане ну условно здоровенном оливковое масло как я уже сказал extra virgin но не перегревайте испанцы берут extra virgin для запаха а если его перегреть то и вредно это и горечь появится при периодическом помешивании надо хорошенько обжарить эту смесь но следите чтобы не подгорело я тем временем нарублю кролика на кусочки и чтобы не портить ножи воспользуюсь топориком так голову я сюда не кладу как и испанцы собственно говоря печенка смотрите какая печенка пойдет в дело вот в таком разрезе и сразу можно немного присолить что тут с овощами с овощами очень даже неплохо процесс идет не буду терять время опять оливковое масло extra virgin разогреваю но не до дыма и начинаю обжаривать кролика огонь сильный не буду выкладывать сразу всего а то масло остынет и кролик даст сок в результате будет не обжариваться тушиться а мне нужно получить такую яркую поджаристую корочку при этом кролик совершенно не должен доводиться до готовности вот такую корочку смотрите какая красотинь и по мере готовности подрумяненные кусочки выкладываю на тарелку на сковороду кладу вторую партию пусть румянится сам займусь помидорами теоретически можно конечно обойтись томатной пастой но вкус будет сильно отличаться от первоначальной задумки испанцев и не забывайте про кролика его же надо перевернуть на вторую сторону еще момент если лень резать помидоры то их можно просто натереть на крупной терке ну это как вам удобнее смотрите вот эта партия кроличьего мяса тоже подрумянилось лук с перцем тоже в отличном состоянии значит кролика можно отправлять сюда кусочки подрумянились снаружи у них классный вкус классный аромат и самое время заставить их поделиться этим ароматом с овощами и впитать соответственно овощные вкусы себя а на сковороду отправляются помидоры пусть обжариваются пусть лишняя влага выкипает но есть тонкий момент обжаривать нужно не до состояния томатной пасты а поймать так сказать ту легкую грань когда помидоры уже лишнюю влагу потеряли но не превратились еще в такую однородную и сильно обжаренную пасту и помешивать конечно отлично подожду выкипание влаги вот до такого состояния надо их обжаривать отправлю кролику и перемешать вот теперь посолить уже все вместе добавить черный перец и вот теперь надо томить все под крышкой 15 минут огонь ниже среднего нужно не подгорело ничего нет конечно время указывают для своего кролика если возьмете какого-нибудь дикого зайца крепкого спортивного то займет приготовление гораздо больше времени сами сообразите томить нужно до тех пор пока мясо не начнет отваливаться с костей но сейчас для тех кто ролики не только смотрит но еще и готовит по ним шпаргалка основные этапы готовки и и до и и а и Все почти готово. Нужно добавить лавровый лист и попробовать соус на вкус. Выправить на вкус может быть соль, сахар, перец. В моем случае все прекрасно. Смотрите, здесь за сахар отвечают лук и сладкий перец. Если они достаточно сладкие, то сахар добавлять вам не понадобится. Перец я уже положил, соль, ну да. Кислинку, яркость придают помидоры. Именно свежие помидоры. Вот почему они важны. Вы, может быть, добавите еще какие-нибудь пряности на ваш вкус. Но испанцы кладут черный перец, лавровый лист и все. По крайней мере, те испанцы, у которых я, та старая испанка, у которой я посмотрел этот рецепт. Так что лавровый лист поглубже. Еще разочек перемешать. Вот так вот. И оставить под крышкой еще на 5 минут. Чтобы соль, перец разошлись, чтобы лавровый лист аромат дал. И этот аромат разошелся по всему содержимому кастрюли. И чтобы у вас было время нарубить петрушки. Потому что как можно подавать такое блюдо, не приправив его зеленью? Я не собираюсь сейчас готовить гарнир на камеру. Потому что мне больше всего нравится с этим блюдом просто тваряный рис. Элементарно. Сварите все. А рис вы прекрасно без меня сварите. Но если захотите что-нибудь более эффектное, более интересное, то и сами сообразите. Короче, этот момент я оставляю на ваш вкус. Можно уже сервировать. Смотрите, какой густой соус. Просто сказка. Так. Он очень ароматный. Так, ну сразу все вываривать не буду, с вашего позволения. Вот так вот еще. О! И вот сюда. И петрушка. Вот так вот щедро. Вот так вот. Самый любимый момент. Я, с вашего позволения, по-свински. Смотрите, какой кусман. Горячий. Надо подхватывать, потому что мясо просто отваливается с косточек. Очень мягкое. Я бы сказал, что это мягкий вариант грузинского чахакбиля. Не могу удержаться, надо есть. Практически такой вот кусок Испании в тарелке. Хотя, на самом деле, это блюдо я легко себе могу представить в кухне, ну, практически любой страны мира. Ну, из-за исключения, быть может быть, чукотской. Ну, или той, которая за Северно-Полярным кругом. Просто потому, что там перец не растет, по слухам. Вот такой простой рецепт. Очень вкусный. Кроли, к тому же, это же диетическое мясо. Полезное. Спортивное, так скажем. Короче, берите рецепт на вооружение. Готовьте. Добавляйте пряности, быть может, по своему вкусу. Отдельное спасибо еще разочек спонсору Самури за предоставленные ножи. А вам спасибо за активность на канале, за лайки, дизлайки. И очень большое спасибо тем, кто делает репост. Вот прямо сейчас сделайте репост. Помогите каналу развиться. Всем пока.